В чем характерная особенность современных диктаторских режимов? У них никогда нет политических процессов, политических приговоров и, соответственно, политических заключенных. Ирония состоит в том, что и политики при диктатуре не существуют. Существуют диктатор и его враги. А это все-таки трудно назвать настоящей политикой. Но диктатор не признается в том, что эти люди действительно его враги. Диктатор постарается показать, что они ему вообще не ровня. И на самом деле никакие они не оппоненты, не лидеры, за которыми стоят тысячи или даже миллионы людей. Все эти граждане не более чем жулики и мошенники. Причем мошенники они мелкие, но хищение у них непременно в крупных размерах. В России под предлогом хозяйственного спора громили канал НТВ и уничтожали свободную прессу. Ходорковского сажали как махинатора. Навальный сидит за какие-то хищения, всякой ерунды, пускай его постоянно и называют марионеткой и агентом Запада. Но наказывают все-таки за другое. В Беларуси сценарий тот же. Просто диктаторство там приняло иной масштаб, вступив в клиническую стадию. Виктор Бабарико не Навальный. Он совсем другая фигура. Но он считался главным соперником Лукашенко на выборах. Которые Лукашенко все равно с треском проиграл. Проиграл Светлане Тихановской. Которую Сатрап настолько не рассматривал всерьез, что допустил до голосования, чтобы хоть какую-то видимость альтернативности создать. А Тихановская взяла и выиграла. Хотя на самом деле люди голосовали не столько за нее, сколько против Лукашенко. И главным кандидатом от оппозиции был сам народ. Но сперва был Бабарико. Кандидат настолько любопытный, что если бы он победил, довольны были бы даже в Кремле. Ведь он по сути наш человек. Газпромовский. Я не политолог. Не знаю, как устроены там ремни и шестеренки. Но если вдруг Лукашенко совсем надоест Путину, то я бы не исключал, что смену декораций устроят по типу триумфального освобождения Виктора Бабарико из-за стенков с последующим объявлением его каким-нибудь председателем национального спасения. Но когда это будет? Да и будет ли? И есть ли у моих фантазий хоть какая-то почва? А пока мы видим, что Виктор Бабарико это наш человек, которого Лукашенко просто так снял с выборов и просто так посадил в тюрьму. С учетом возраста и здоровья, 14 лет можно считать пожизненным сроком и растянутым во времени убийством. И за все это время Россия, если не считать глухого протеста Газпрома, ничего для освобождения Бабарико не сделала. Если Лукашенко рассчитывал на него поторговаться и получить в обмен какие-то товары и услуги, то он просчитался. И это не только для Бабарико сигнал. В Беларуси так или иначе репрессируются десятки российских граждан по самым разным делам. И их судьба в России никого особенно не волнует. Это те свои, которых и бросить не жалко. И в этом еще одна особенность диктатур. На конкретных живых людей им по природе своей плевать. После того, как Александр Григорьевич Лукашенко разогнал свой народ, загнал их всех по квартирам, ладно, под плинтус, то европейским политикам потребовалось не так уж много времени, чтобы взять и ввести секторальные санкции против белорусского государства. В частности, ЕС ввел эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, цитирую, товаров, используемых в производстве табачных изделий. Если в части последнего это можно каким-то образом пережить и вообще курить это вредно, то вот с калийными удобрениями и нефтепродуктами это государствообразующие отрасли. Вы представляете, что бы было бы, если бы что-то подобное было введено против России. Гляди, гляди, и российский мишка вел бы себя по-другому. Но, как мы видим, наличие ядерной бомбы очень многое меняет. Так вот, хочу тут еще один важный момент отметить. Потому что есть разница между диктаторами. Они по-разному расправляются своими политическими оппонентами. Ну, как по-разному. Результат один. И в России, и в Республике Беларусь все, кто посумел заявить о своем желании баллотироваться, сидят в тюрьмах. Меня сегодняшнее утро удивило, хотя нет, это просто фиксация действительности. Чему тут уже удивляться? Когда на Верховный суд Республики Беларусь постановил приговорить Виктора Бабарику, это несостоявшийся кандидат в президенты Республики Беларусь, к 14 годам лишения свободы. Конечно, ему шьют какие-то экономические преступления, но мы с вами прекрасно понимаем, что главное его преступление заключается в том, что он захотел стать президентом. И если бы в Республике Беларусь были бы выборы, он бы стал бы вполне возможно президентом. Или точно занимал бы какое-то достойное место в белорусской политике. Но нет, его ждет тюрьма. Что особо забавно, что Виктор Бабарико, он же вообще-то был головой правления Белгазпромбанка. То есть банка Газпрома. И мы помним, что перед началом протестов Александр Григорьевич подозревал каких-то российских олигархов в том, что они хотят создать условия для оранжевой цветной революции в его прекрасной стране. Самих белорусов он, естественно, не рассматривает. Но вот кое-что изменилось. И теперь Владимир Путин, он лучший друг и старший брат и бла-бла-бла. А Бабарико в тюрьме. А его спонсировали российские олигархи. Бан Газпрома. А Газпрома-то чья компания? Кремля. Это компания Путина. Ну вот так вот. Пути диктаторов неисповедимы. Почему я говорю, что у них тут разные подходы у Путина и Лукашенко? Ну потому что, ну смотрите, Лукашенко сразу действует как каток, вырубает сразу на 20 лет. Ну на 14. Хотя там, где 14, могут еще что-то дорисовать. Путин же постепенно сажает и прибавляет. Вот есть у нас несколько российских треков. Например, такой бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Он из либералов. Тоже такой правильный-правильный. Потом пошел работать на систему. Система его сожрала. И вот сейчас варит, переваривает. Его срок сейчас заканчивается. И сколько он уже лет? Шесть отсидел. Кстати, выясняется, что возбудили новое дело. Это я все к чему? Что отцу русской демократии, Алексею Навальному, приготовиться. Да, он сейчас тихонечко отбывает сроки. Вроде как о нем все забыли. Протест полностью раздавлен. Сейчас будут выборы в Госдуму. Я думаю, даже на улицу никто уже не выйдет. Потому что некому. Ну, так тут складываются обстоятельства. Но еще одно дело на Алексея Навального. Открыто. Да, тоже экономические преступления. Ну, все они там воры. И что меня в этой всей истории забавляет? Что вот и белорусские оппозиционеры, и российские, они как-то все немножечко ломаются на украинском вопросе. Ну, согласитесь, вот им всегда сложно ответить, чей Крым. Они хотят честности, свободы, справедливости, честных выборов. А вот что касается Украины, сразу вот беда. Осудив Бабарико, Лукашенко передает привет всем белорусам, которые сейчас находятся в изгнании. Ну, я даже готов им простить временно до конца этого видеоролика. Подписывайтесь, кстати, на канал. То, что они там по поводу Крыма мычат частенько. Но вообще-то, осудив бывшего банкира Газпрома, Лукашенко говорит, Светлана, ты следующая, тебя тоже посадят. Да, заочно. Всех соратников Светланы Тихановской тоже посадят. По-настоящему закатают на большие сроки. Да, потом будет обмен, скорее всего, потому что Европа, это же какие глупости, права человека, жизнь человека. Их действительно, по моим прогнозам, обменяют, да, как военнопленных. Но годы жизни будут сожраны. Так вот, сегодня у нас такой интересный день, потому что сегодня наши настоящие друзья празднуют торжества по случаю Дня Государственности Литвы. И туда отправился наш президент Владимир Александрович Зеленский. У него там будет масса встреч с европейскими политиками и в том числе с Шарлем Мишелем. Это глава Европейского Совета. Это тот Шарль Мишель, который на фотографиях очень на нашего Дениса Шмыгеля похож. Ну, вы помните, у них такая вот, ну, реально два человека, занимающиеся такие высокие должности, очень похожи. Так вот, Шарль Мишель, он же анонсировал встречу не только с Зеленским в Вильнюсе, но и с Тихановской. Да, сразу должен отметить, что встречи-то, насколько я понимаю, разные. Потому что, ну, кто такой Зеленский и кто такая Тихановская? Разница две, как говорится, гигантские. Зеленский избранный президент на общенациональных выборах и признаваемый всеми. В том числе, кстати, страной-агрессором. Так, на секундочку. А Тихановская, ну, да, ей все сочувствуют. Ее назначили на Западе лидером демократической Беларуси. Даже ей дали некий статус официального представительства белорусской демократии. Дипломатический статус. Я, правда, хочу задаться вопрос сам тогда. А дипломатический паспорт какой страны у нее? Это же важно. Ну, понятно, у Светланы все будет хорошо. Но, опять же, вот, когда она выступала в Республике Беларусь, то вот у нее, ну, как бы по России такие, ну, неоднозначные позиции были. И я вам хочу сказать, что масса белорусов, многие из них эмигрировали в Украину, ну, вообще считают, что все вот эти вот люди, которых сейчас раскатывает на Александр Григорьевич, они-то по своей сути пророссийские товарищи. И масса была соответствующих заявлений, что Лукашенко слишком жесток к России, там еще что-то. Ну, это вот как раз период до того, как он снова стал с Путиным братьем. Какое-то время это продлится, а потом, ну, как всегда, меняем заявление о любви и дружбе к России на доллары. Так Александр Григорьевич действует уже очень и очень много лет. Поэтому я не уверен, что Зеленскому нужно встречаться с Тихановской. С одной стороны, это испортит отношения с диктатором Лукашенко. С другой стороны, портить их уже некуда. Но факт остается фактом, что я бы постерегся ставить между этими фамилиями запятую. Потому что Зеленский президент Украины, а Светлана Тихановская очень и очень уважаемый человек. Кстати, Александр Григорьевич, он же разбушевался. Вот он уже начал торги с Западом по поводу, кстати, в том числе людей, которых он взял в плен. Потому что здесь они фактически открыли границы для нелегальной миграции через Беларусь в Европу. И этот вопрос будет по-любому поднят на двухстороннем уровне. А если ты ведешь с диктатором переговоры, значит, ты его признаешь. А еще Александр Григорьевич тут заговорил о том, что ограничит транзит товаров из Европы, соответственно, в Россию и Китай. Чтобы наказать этих европейцев, если они будут продолжать вводить санкции. Хотя куда еще вводить? Там же, между прочим, против беларусов, там же еще и секторальные финансовые ограничения введены. В части транзита, welcome, мы все транзитируем через нашу территорию. Ну, так, на всякий случай. Но это вот действия Александра Григорьевича, они как раз и говорят о том, что он торговаться готов. То есть вы не душите диктатуру, он отдает на заложников. Это мой прогноз и видение ситуации. Ну и все. Так что, вот такие вот дела из-за железного занавеса. Вот каждая новость, она из этого пространства лишний раз нам подсказывает, что железный занавес существует уже здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok